Марианне, Франция, в России вновь набирают силу полицейские методы сталинских времен. Анна Достокян, Марианне, Франция, 28 февраля 2020 года. Как отмечает историк, социолог и эксперт по бывшему СССР Франсуазе Досе, автор вышедшей в 2016 году книги «Жизнь оппозиционеров путинской России», Дело Павленского во многом напоминает безумные 1990-е годы в России, когда повсюду сливали компромат. Выставленные на всеобщее обозрение мутные изображения интимных похождений расходились по таблоидам и телеканалам. В эту эпоху многие полицейские и агенты КГБ из-за низких зарплат переходили в частный сектор и ставили приобретенные сомнительные практики на службу интересам частных лиц. В самом конце этого периода, в 1999 году, в сеть выложили скабрезные видео генпрокурора Юрия Скуратова в постели с двумя девушками. Несколько месяцев спустя, в апреле 2000 года, свежеизбранный президент Путин отправил в отставку чиновника, который стал слишком неудобным, поскольку начал следствие в отношении членов окружения Бориса Ельцина. В 2016 году еще одно видео задушило взородыши коалицию оппозиции. Телеканал НТВ показал в эфире запись с Михаилом Касьяновым, на котором бывший министр Ельцина и премьер Путина, 2000-2004 годы, развлекался с коллегой по партии и поливал грязью коллег-оппозиционеров. Традиция визуальной дискредитации и выставления на показ частной жизни сохранилась до сих пор, но подход приобретает все больше разнообразия в связи с тем, что измена становится обычным делом в российском обществе. Существует широкий спектр обвинений, которые всегда касаются частной жизни. Речь идет о том, чтобы найти болевые точки и надавить на них. Без разделения на публичное и личное, объясняет Франсуазе Доси. Секс, наркотики и рок-н-ролл в прошлом году все стали свидетелями печального примера полицейских махинаций. В июне 2019 года молодой журналист Иван Галунов был задержан по обвинению в употреблении и сбытии наркотиков. Он писал для базирующегося в Латвии сайта Медузы и специализировался на коррупции чиновников, что, разумеется, было тем не по душе. Его последнее расследование касалось мафиозного раздела московского похоронного рынка с участием высокопоставленных чиновников, продажных полицейских и преступных групп. Вопреки ожиданиям задержания Галунова вызвало целую волну негодования в России. Многие журналисты, в том числе и те, кого считают близкими к власти, выступили с критикой очевидного полицейского подлога. Стоит отметить, что тот представляет собой настоящую классику спецслужб советского блока. От него в частности пострадал французский философ Жак Деридо в Праге в 1981 году. Более трех садполит заключенных так. Глава карельского отделения мемориала Юрий Дмитриев оказался под прицелом властей за работ на тему сталинских репрессий и поддержки несправедливо осужденных. В декабре 2016 года его задержали по обвинению в педофилии, по всей видимости, в результате доноса. В лучших традициях былых операций КГБ, кто-то нанес ему визит в квартиру и копался в его компьютере. Гости нашли там фотографии его обнаженной приемной дочери-инвалида, которой было всего около 10 лет. Бинго! Но, как выяснилось, историк всего лишь сохранял для врача развитие инвалидности девочки, и его оправдали в апреле 2018 года после 16 месяцев предварительного заключения. Но еще и КФСБ этим не остановить. Некоторое время спустя после освобождения Дмитриева вновь посадили, на этот раз за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Сейчас он ждет нового процесса. Обвинения в педофилии и старые методики НКВД возвращаются. Но есть тут и одно отличие. Нежелательных людей теперь не называют врагами народа и социально опасными элементами, а навешивают на них намного более позорный ярлык педофилов. Возмущается историк Николя Верт в унисон со всеми, кто знает и поддерживает Дмитриева. Педофилия находится на первом плане в новостях, ее осуждают повсюду. Для эффективной дискредитации и воздействия на общественное мнение сфабрикованные дела опираются на актуальные события, добавляет историк Ален Блюм. Сегодня самые чувствительные темы для российской общественности, это защита детей и борьба с терроризмом, подтверждает Франсуаза Доси. Последним примером стало предполагаемое разоблачение террористической группы в Пензе, городе с населением в 500 тысячах человек в 600 километрах на юго-восток от Москвы. Семь молодых людей в возрасте от 23 лет до 31 года, все они называли себя антифашистами, были приговорены 10 февраля военным трибуналом к срокам от 6 до 18 лет. Утверждается, что они готовили теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Во время слушания обвиняемые отказались от признаний, которые, как они утверждали, демонстрируя в доказательство сняки и раны, были выбиты под пытками. Наблюдается возвращение к полицейским методам сталинской эпохи, которые видят повсюду заговоры и организованные сети. Искусственно проводят связи между людьми, считает Лен Блюм. Здесь невозможно доказать свою невиновность и не дать монстрам из ФБС пытать наших детей, сокрушается мать одного из осужденных. Мало кто в России сомневается, что молодых активистов на самом деле пытали. Протестные петиции и акции набирают обороты. Преподаватели, артисты и оппозиционные депутаты выступали за пересмотр процесса. Дошло до того, что даже лидер проправительственной партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов публично выразил свои сомнения и обратился в Генеральную прокуратуру, тогда как премьер Якутии Владимир Саладов поделился в Фейсбук возмущением по поводу пыток осужденных. Это инициатива местных властей, которые хотели угодить вышестоящим. Или директивы из Центра для утверждения порядка с помощью страха. Задается вопросом политолог Дмитрий Орешкин. В любом случае, это контрпродуктивно и порождает гражданский протест. Это во многом напоминает период конца СССР, когда многие граждане считали, что дальше так жить нельзя. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.